От пациента, внезапно возникшее сходящееся косоглазие, примерно 6-10 декабря 2020 года, слева на фоне вирусно-гнойной инфекции. Возможные причины осложнения после вазотомии слизистой носа страдает хроническим реносинуситом. Цель – исключить тромбоз кавернозного синуса. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 18 лет. Дата исследования – 10 декабря 2020 года. Область исследования – головной мозг. Проведено МСКОДА исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получено изображение суб- и супротентериальных структур головного мозга. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочковая система мозга не расширена. Боковые желудочки симметричны. Участков патологической плотности в веществе головного мозга не выявлено. Область турецкого седла не изменена. Цистерны основания мозга не расширены. Субарахноидальные пространства и борозды мозга не расширены. Глазные яблоки симметричны, правильной формы, обычной структуры. Кости свода и основания черепа не изменены. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Пневматизация гайморовых пазух снижена. В правой гайморовой пазухе, в области дна включения размером 26 на 12 на 17 миллиметров, в жидкостной плотности плюс 20 хаунсфилда. В левой гайморовой пазухе, отек слизистой оболочки до 5-6 миллиметров. Минимальный отек слизистой оболочки решетчатого лабиринта, правой лобной пазухи в области соустия. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон. Симметрично. В средней трети носовая перегородка смещена влево на 9 миллиметров, также сформирован левосторонний костный шип до 6 мм. Заключение, КТ-признаки патологии головного мозга, костей черепа не выявлены. КТ-картина полисинусита, кисты, полипа, правой гайморовой пазухи, искривление носовой перегородки. Для оценки сосудистого русла, в зоне интереса, рекомендовано КТ с контрастным усилением. Ассистент кафедры кандидат медицинский наук КОТФМА. Комментарий врача-рентгенолога. В головном мозге участков патологической плотности инсульта нет. Но чтобы оценить проходимость венозного и артериального русла, наличие тромбоза, необходимо исследование с контрастным усилением. При контрастировании можно будет точно сказать, есть тромбоз или нет, а без контраста, это все голословные утверждения и догадки, ничего не стоящие. Также виден ряд лор-проблем. Выраженное искривление носовой перегородки, по всей видимости киста, в правой гайморовой пазухе, полисинусит. Надо обратиться к лор-врачу, и я бы посоветовал начать с перегородки. Вопрос пациента. Заключение очень грамотное и вызывает уважение к доктору. Уточните, пожалуйста, у доктора, возможно, МРТ синусов мозга более информативна. Ответ КМН. Котова МА. Есть МР винография головного мозга. Она покажет дефект сосудистого русла. Но если есть основания для тромбоза, то лучше КТ с контрастом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok